Всем привет! Начинаем очередную прогулку по Васильевскому острову. Здесь я живу, поэтому мне самому интересно что-то узнавать новое о том, что я не знал. Итак, путешествуем по пятой линии Васильевского острова, дом 10. В литературе он проходит как доходный дом Славьево. Надо сказать, что на этом месте в 18 веке была деревянная постройка, и она была уничтожена в 1763 году пожаром. В 1862 году, практически через 100 лет, для купца Соловьева архитектор Маевский построил четырехэтажный каменный дом. Чем же интересен этот дом? Ну, во-первых, это, конечно, был доходный дом. Соловьев задавал квартиру в аренду. Первое. В 1875 году здесь жил знаменитый русский композитор Модест Петрович Мусоргский. Родился он в Псковской губернии в 1839 году. В возрасте 42 года умер в Петербурге. Мусоргский. Член называемой Могучей Кучки, куда заходили Балакирев, Бородин, Куи, Римских Корсаков. Вот эта группа Могучая Кучка, она записывала и изучала образцы народного творчества, фольклора, вплетала народные песни и сказания в серьезную симфоническую музыку. Вот. Ну, достаточно послужить Снегурочку, Хованщина, Царская невеста, Борис Годунов и так далее, и так далее, и так далее. А Мусоргский – это один из величайших русских поэтов, творчество которого повлияло на дальнейшее развитие отечественной музыки. Это действительно так. Я небольшой любитель классической музыки, но Мусоргского старался послушать, для того чтобы быть, как говорится, в курсе темы. Действительно интересно. Конечно, интересно. Это же Титан. Надо сказать, что Мусоргский был великолепно образованным, эрудированным русским офицером. Свободно читал, изъяснялся на французском и немецких языках, разбирал латынь, греческий. То есть, вот образец русского интеллигента, наверное, можно так сказать. Кстати, Мусоргский учился у Антона Августа еще Герки, игре на пианино. А Герки – это знаменитый тоже педагог, профессор Петербургской консерватории, композитор. Итак, здесь жил Мусоргский. В 1880-1882 году в этом доме, в одной из квартир жил, опять же, это слово знаменитый, постоянно употребляю. Опять же, жил знаменитый художник Шишкин. Иван Иванович Шишкин – русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик, гравер, аквафортист, представитель Дюссельдорской художественной школы, академик, профессор, руководитель пейзажной мастерской Академии художественной. Ну, конечно, нам известна его работа. И вот, видите, такая знаменитость тоже здесь жил. Родился он, кстати, в 1832 году в Вятской губернии и в возрасте 66 лет, в 1898 году умер. Вот так для информации. В 1902-1904 году здесь находилась квартира Шауба. Это архитектор, который очень много спроектировал домов в Петербурге. Это и особняк Шрейдера, церковь Святого Апостола, особняк Бонштетта на пятой линии, доходные дома на пятой и тринадцатой линии. Ну, такой крупный архитектор, действительно. Скажется, что Шауб – это один из первых проводников в стиле модерн в Санкт-Петербурге. В 1903-1904 годах жили представители передвижников – господин Попов, художник Еремич, Митрохин. Понятно, что состав населения дома во многом определялся близостью к Академии художеств. В 1914 году здесь снимал квартиру господин Шелейко. Шелейко – это поэт и востоковед. Может, его фамилия не так на слуху? На слуху фамилия Николая Гумилева, поэта, который жил в квартире господина Шелейко. А Гумилев родился в 1886 году, значит, ему где-то было порядка 28 лет. В Констате он родился, поэт, писатель, офицер, переводчик, африканист, литературный критик. Ну, о Николае Гумилеве можно говорить много, я хочу сделать некий сюжетик о нем. Ну, собственно говоря, вот и все об этом доме. Дом 5 по пятой линии, доходный дом Соловьева. Я вам его показал, рассказал, что мог, что нашел в интернете, на сайте сети Vox, на неких других сайтах. Вот, все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok